Привет, друзья! Сегодня дятел прилетел ко мне под окно. Он сел на грушу и был виден мне во всей красе. И он вдохновил меня на создание этой работы. И вообще захотелось чего-то такого нашего родного, близкого или снова. Потому что уже осень, скоро будет первый снег и мы должны максимально радостно встретить это время года, этот переход со всем тем, прекрасным, что он с собой несет. Итак, я взяла вот такой лиловый цвет. Не пугайтесь, что он такой темненький, зато на нем будет прекрасно контрастировать. Беленькая грудка дятла, снежок, и все, что я хочу передать. Это какой-то такой осенний сумрак. Возможно, вечереет или это только раннее утро. Но такая дымка изморозь. Сейчас мы будем ее рисовать. А пока я выкладываю вертикальными штрихами, пасмочками этот весь фон. Заполняю его вот этим лиловым цветом. Конечно, вы для своей работы можете использовать какой-то другой цвет. Возможно, это будет серый или какой-то темно-голубой. Тоже подойдет прекрасно. Вырезаем по контуру наш рисунок. Остатки шерсти мы не выбрасываем. Мы их используем тут же в фоне. Заполняем все дырочки. И стараемся вырезать максимально точно по контуру рисунка, который у нас просвечивается через подложку. Для этого я контуры рисунка обвела дополнительно черным маркером, чтобы они были более яркими. Вы можете рисунок мой перевести на бумагу и сделать то же самое. Выделить темным черным фломастером те пятна, которые будут черными. И тогда эту работу очень легко вам будет нарисовать. Просто выложить на белом беленькую шерсть, а на черном черную. У вас получится пятер. Видите, как у него пятна расположены в довольно строгом порядке. Ну и соответственно, где красный, там красный. Сейчас я сделаю ту самую дымку. Просто здесь хотела, чтобы вам было видно. Складываю пополам эту гребенную ленту и такими прикосновениями. Верхний слой просто отделяю в тончайшую паутинку и потом ее расправляю еще. Растягиваю во все стороны. И этой паутинкой уже прикрываю свой фон. Вот еще раз. Это в реальном времени. То есть вот эту паутинку еще раз расправила, всю растянула тонко-тонко и прикладываю. Так у меня и фон не будет никуда съезжать, он будет целостным. Эта паутинка будет его держать. И в то же время я создаю эффект такой дымки. Туман, иней, вот это все. Соответственно, чем толще я делаю белую паутинку, тем светлее становится фон. Поэтому вы можете видеть на итоговой работе, что внизу картина немного светлее. Возможно, это начинается рассвет. Ну, оставим мы это для фантазии нашего мозга, кому как нравится. А сейчас я просто заполняю паутинками весь фон. И хочу открыть вам маленький секрет. То, что вот эта лиловая шерсть, она лежала у меня очень долго. И поэтому она свалялась немного. И мои пасмочки стали такими мелкими. И немного они так разделяются. Это я к тому говорю, что никогда не выбрасывайте шерсть, даже если она старая, даже если она лежала у вас несколько лет. И ее можно все равно разделить, ее можно использовать в работах. Но вот в данном случае мне еще эта паутинка белая помогает сцепить вот эту всю поверхность, весь этот слой. Но это пример того, что никогда ничего не выбрасывайте, то, что касается шерсти. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Да, я хочу сделать низ светлее, поэтому я добавляю туда, вот вниз, нижнюю часть картины побольше белой паутинки. Туман как поближе к земле. И потом снова немножко у нас попало на дятла, и я немножко его освобождаю с помощью ножниц от лишней паутинки. Вам будет проще вырезать рисунок, чем мне, потому что я не могу наклониться над ним, иначе вы будете видеть только мой затылок. И я стараюсь сделать это так издалека, но вы сможете наклониться и вырезать аккуратно, но если там какие-то сейчас есть неаккуратности, я это, конечно же, поправлю. Вот какие-то листочки у нас еще не облетели, и они просто виднеются где-то там. И тоже покрыты дымкой тумана или инии. То есть еще пока не зима, но уже начинается. Зима близко, процесс пошел. Теперь выкладываем эту ветку, на которой сидит дядя. Мы не делаем ее темной, мы не делаем ее коричневой, потому что тогда она будет перетягивать на себя все внимание. Она будет выглядеть слишком тяжело и не будет сочетаться с этим всем дымчатым фоном, с этой всей дымчатой идеей. Поэтому ветка у меня светлая, и она, наверное, может быть сухая уже, такая подсушенная, с облупившейся корой. Ну, придумайте сами, почему она такая, как она должна выглядеть. Просто беру пару оттенков бежевого, немножко коричневых штрихов. И этого, в принципе, достаточно, чтобы она не выпадала из общей концепции, но в то же время была похожа на древесину, но не отвлекала внимание от основного героя нашей картины. Начинаем выкладывать птицу. А сначала я делаю такие, не очень тугие жгутики, как контур. И по контуру выкладываю всего-всего вот так вот. Прицепляю края фона к этому жгутику. С помощью иголочки для валяния себе помогаю, поправляю где-то, подваливаю немного. Как бы очерчиваю контур дятла. Клювик из толстенького жгутика я буквально вырезала такой треугольничек, чтобы кончик был максимально остренький. Теперь я настригаю тоненький порошочек и выкладываю на головке вот это черное пятнышко. Стараюсь ему придать форму с помощью иголочки того пятна, которое у меня нарисовано. Прям точь-в-точь, чтобы было такое же пятнышко. Пальчиком пристукиваю, чтобы все это соединилось, все шерстинки между собой. Точно так же дальше заполняю белое пятно, освобождаю, раздвигаю место для глазика. И красненькое пятнышко у него на затылке такое. Заполняю глазик мелким порошочком шерсти и стараюсь иголочкой придать ему правильную форму такой миндалинки. В общем ничего сложного тут нет, просто нужно максимально мелко настригать вот эту и туда укладывать в дырочку. Поэтому не берите, наверное, формат слишком маленький для этого рисунка. Ну, хотя, как хотите. Черненькое пятнышко, в принципе, сделать несложно. Основной секрет живого взгляда это блик. И сразу глазик становится у нас настоящим. Продолжение следует... 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 хаотично распределяется, как если бы они были в сложенных кривочках. Точно также снизу вверх и поднимаюсь до самой головы. Можно выложить все белым и прям сверху потом добавить черненькие пятнышки там, где это слишком мелко и неудобно по отдельности. Субтитры сделал DimaTorzok У меня дятел живет прямо на участке. Я так благодарна сама себе, что я живу в загородном доме. Для меня это просто невероятное поддушное счастье. Настолько я вдохновляюсь природой и всем, что тут происходит. Субтитры сделал DimaTorzok Лапка что из себя представляет? Это три маленьких таких цилиндрика. Четвертый совсем маленький, его там плохо видно, но четыре в общем на палочке. И они заканчиваются у дятла такими острыми длинными когтями, чтобы ему было удобно держаться за стволы деревьев. Поэтому когти у него довольно серьезные. И вот мы так их из небольших жгутиков подгибаем немного. Прямо внятно, чтобы их видно было. Серенькая лапка, черненькие коготки. Небольшой блик ему на клюве. Вот и в принципе осталось тут немножечко теней добавить. Ну вот сейчас мы сделаем еще снежок. Мы делаем жгутик с белой шерстью. Потом просто его стрижем так, чтобы все это падало хаотично на картину. Но побольше скоплений делаем на ветках, потому что там снег задерживается и собирается в кучку. А так в принципе куда попало все это падает. Очень приятная часть работы. Вот что получилось у меня. Пишите. До свидания.